Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy J5 версии 2017 года и LG Q6A. Сразу поговорим о стоимости этих устройств. Samsung Galaxy J5 мы можем приобрести примерно за 320-330 долларов, в то время как LG мы приобретаем примерно за 280-290 долларов. То есть разница между ними примерно 40 долларов. Теперь о внешнем виде начнем. Samsung Galaxy J5 это цельнометаллический корпус, сзади находится камерная вспышка, на передней части 5,2 дюйма дисплей, снизу две сенсорные кнопки для управления, одна механическая, которая также служит датчиком отпечатка пальцев. Над экраном фронтальная камера, фронтальная вспышка, разговорные динамики и датчик вывышения освещения. Слева два слота для двух наносимок и microSD карточки и кнопки регулировки громкости. Справа кнопка включения и динамик. Сверху нет ничего, снизу джек для наушников и порт microDSB. В общем, такой вот телефончик, хорошо выглядит и хорошо лежит в руке. В цвете silver blue. Теперь поговорим о LG Q6A. Это материал корпуса пластик, задняя часть пластиковая, хоть очень выглядит, очень напоминает стекло, но это пластик. Окантовка металлическая и спереди у него 5,5 дюйма дисплей. При том, что габариты у них особо не отличаются, но тут экран 5 дюймовый, а тут 5,5. Над экраном находятся датчики приближения и освещения, фронтальная камера и разговорный динамик. Тут есть еще фронтальная вспышка. Кнопки на экраны, потому внизу только логотип LG. Слева находятся кнопки регулировки громкости, слот, два слота для двух наносимок и microSD карточки для решения памяти. Слева кнопка включения, точнее справа кнопка включения, а слева два слота для карточек и кнопки регулировки громкости. Сверху нет ничего, снизу порт microUSB и джек для наушников, а также микрофон. Вот он. В общем, теперь сравним устройство по габаритам. Видим, что при том, что диагональ экрана LG больше, по габаритам он меньше. Примерно вот на несколько миллиметров, но меньше. По ширине тоже меньше, на несколько миллиметров. Толщина у них примерно одинаковая. Вот. Ну и на задней части у LG находится камера, LED-спышка и прорезь для основного динамика. Включим устройство. И посмотрим, кто из них включится быстрее. LG включился. И на несколько секунд позже включается Samsung. Откроем настройки. Сведения о телефоне. Сначала посмотрим на Samsung. Сведения о программном обеспечении. Это Android версии 7.0, версия Samsung Experience 8.1, версия Nox 2.8. Закрываем. Общие. О телефоне. И сведения о программном обеспечении. Android версии 7.1.1. И закрываем. Открытая программа. Теперь перейдем к синтетическим тестам. И поговорим о технических характеристиках устройств. Откроем Geekbench 4. Начнем с Samsung Galaxy. Здесь установлен процессор от Samsung. Samsung Exynos 7870. Работа на частоте 1.6 ГГц. Это восьмиядерный процессор. Видеоускайтер Mali-T830. Разрешение экрана 720 на 1280 точек. То есть HD разрешение. Тип матрицы IPS. Тип матрицы тут не IPS. Прошу прощения, Super AMOLED. Вот это у LG IPS. Вот теперь о технических характеристиках LG. Процессор Qualcomm Snapdragon 435. Видеоускайтер Adreno 505. Это восьмиядерный процессор. Работа на частоте 1.4 ГГц. Разрешение экрана 1080 на 2160 точек. IPS поддерживает 10 косаний. 5,5 дюйма. Экран, конечно, посерьезней. У LG. И вот видите цветопередачи. На нем немного приятнее. Не знаю, как это будет на камере. Но вот визуально все четче и приятнее выглядит. Запускаем тест процессора. И увидите уже сам результат. Результаты теста процессора в Geekbench 4. Видим, что Galaxy J5 будет помощнее. 731 балл против 597 и 3731 против 2020. В тесте процессора теперь сделаем тесты видеоускорителей. И также увидите сами результаты. Результат теста видеоускорителя 2372 против 1415. Теперь еще откроем. Antutu Benchmark. 45, почти 46 тысяч набирает Galaxy J5. И сделаем тест на LG. И также увидите сам результат. Результат теста Antutu Benchmark. 46 тысяч против 33 тысяч. То есть почти 46 и почти 33 тысячи. Такие вот результаты. Теперь сделаем скрин-тест. И посмотрим сколько касаний поддерживают тач-устройств. 5 касаний поддерживают J5. И 10 касаний поддерживают LG. Закрываем. Синтетические тесты. И теперь перейдем к сравнению скорости интернета. Откроем для этого браузеры. И перейдем на сайт Самсунга. Вот все. Теперь один и тот же сайт. И теперь перейдем к сравнению скорости. Нажмем сюда. Где-то не ссылка. Вот подробный. Одновременно. И загрузили они тоже примерно одновременно. Вернем назад. Самсунг чуть-чуть быстрее, как мне показалось. Тут Самсунг точно быстрее. Идем назад. Самсунг чуть-чуть быстрее работает на своем сайте. Теперь еще перейдем на сайт LG.com. Открываем сайт LG.com. И перейдем сюда. И теперь перейдем сюда. Тоже нажал одновременно на ссылку о телевизорах. Самсунг загрузил. LG пока еще думает. И не спешит загружать. Вот загрузил. Ну в общем Самсунг работает чуть быстрее в интернете. А что касается качества работы, то примерно одинаково. Но на LG все-таки чуть удобнее работать за счет того, что диагональ у него 5,5 дюйма против 5,2 дюйма. Ну в общем интернете по качеству работы они примерно одинаковые. Но по скорости Самсунг грузит странички чуть быстрее. Теперь перейдем к игровому тесту. Запустим GDAS и Andres одновременно. Запустим на одинаковых настройках графики. То есть максимально, на максимальном уровне. И посмотрим как игра будет работать. Откроем опции. По умолчанию стоит высокая графика на Самсунге. Сделаем ее максимальной. И то же самое сделаем на LG. Тут стоит графика на среднем уровне. Сделаем ее максимальной. И запускаем игру. Игра подтормаживает на Самсунге. Причем так нормально потормаживает, что играть не очень комфортно. И хочется сразу понизить графику на уровень по умолчанию. То есть делать ее просто высокой. И только потом продолжить. Так намного лучше. Так хотя бы играется. Игра зависла. Это бак. Зависла и вылетела. Это бак игры. Но в общем вы видели как работает. То есть на максималках. Игра работает плохо. Подтормаживает на уровне по умолчанию. Работает нормально. Игра вылетела потому что есть такой бак в игре. После того как ты уже поиграл и начинаешь новую игру. То игра почему-то вылетает. Наблюдая на многих устройствах. Такое вот иногда случается. Но потом опять можно начать заново. Или продолжить старую игру. И она работает нормально. Вот. Также максимальный уровень графики на LG. Также подтормаживает. В общем тоже хочется сразу сделать графику чуть пониже. Потому что так играть некомфортно. Давайте это и сделаем. Выстаем. Ну примерно так же как на Samsung. То есть средний уровень. Вот вот так. И продолжим. Вот это примерно такой же уровень как на Samsung. И игра работает так же. Не подлагивает. Не подтормаживает. И графика просто высокая. То есть GTA San Andreas на них работает примерно одинаково. Ну и примерно все игры будут работать более-менее одинаково на этих устройствах. Теперь перейдем к сравнению камер. Открываем их для этого. Основные камеры по 13 мегапикселей. Фронтальная камера у LG 5 мегапикселей. У Samsung тоже 13. И сейчас я выведу снимки на эти камеры. На основные камеры. И вы увидите их в сравнении. И сможете оценить их качество. Что касается автономности устройств. Что тут Samsung немного побеждает. Он работает примерно на 10-15% дольше чем смартфон от LG. Батарейка у них одинаковая. Но за счет большей потребляемости энергии дисплеем. У LG он и держит батарейку чуть меньше. То есть примерно на 10% меньше. На этом все. Спасибо что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимум Мобайл. Комментируйте. Ставьте лайки. И ждите новых видео. Пока.